Приветствую вас! Если вы расстались с молодым человеком, скажем так, плохо в том смысле, что были какие-то ссоры, непонимания, обиды, то это может быть одной из причин, по которым вы о нем думаете и вспоминаете. То есть в голове, в сознании вы прокручиваете возможные варианты развития ваших отношений, например, чтобы вы могли ему сказать, как бы что повернулось и так далее, так далее, так далее. Такая история бывает часто, когда люди не довели до конца разнования, не высказали друг другу, друг другу, все, что они хотели. Вот, иногда это можно сделать, иногда, иногда этого нельзя сделать лично по отношению к человеку, но можно сделать с психологом, например, да, то есть завершить таким образом отношения и начать двигаться дальше. Это первое. Второе. Второе. Второй важный момент заключается в том, что вами может двигать ностальгия. То есть ностальгия это такое идеализированное воспоминание о том, что когда-то было. Чем дальше, чем дальше вы от этих воспоминаний, чем больше времени проходит с момента реальных событий, тем более идеализированными они становятся и тем больше вы по этим воспоминаниям, по этим временам тоскуете. Вот. Для идеализации, для идеализации воспоминаний нужны средства и условия. Средства это ваша энергия, а условия это, соответственно, отсутствие получения новых каких-то впечатлений, новых каких-то воспоминаний, новых ярких моментов. То есть отсутствие живой обратной связи. Вот того, что вы делаете здесь и сейчас. То есть вы не живёте в настоящем, вы живёте в прошлом. А в прошлым люди живут, как правило, именно потому, что в настоящем у них нет какой-то такой откровенной, открытой, активной деятельности, которая могла бы, ну, в данном случае людям, допустим, как-то помочь, да, и так далее. Вот, как-то себя реализовать. Дальше. Молодой человек вам что-то давал. То есть вы нуждаетесь в нём, вы нуждаетесь в молодом человеке, вы нуждаетесь в, ну, вы нуждаетесь в том, что он, например, делал для вас. Вот. Продолжаете нуждаться, ничего не делаете для того, чтобы у вас это было у самой. То есть вы по-прежнему не удовлетворены. В этом случае имеет смысл работать с вашей потребностной сферой для того, чтобы выявить, чего именно вам не хватает и наметить стратегию, путь удовлетворения потребностей, которые пока что связаны с этим молодым человеком. Далее. Можно говорить о детских переживаниях, таких как страх, определённые мысли, такие, что, например, я никому не нужна, меня никто не любит и так далее, и так далее, и так далее. Что у вас могло возникнуть в детстве ещё? То есть у вас эта установка, эта привычка, этот шаблон мышления, да, мог появиться в детстве. И, соответственно, какие-то детские страхи, какие-то детские переживания, да, которые к реальному миру уже отношения не имеют просто потому что они не соответствуют действительности. И создают, значит, вот такую ситуацию, вот такую историю для вас. И создают, соответственно, нуждаемость. Вашу нуждаемость, значит, в этом молодом человеке. Почему нуждаемость? Да, ну, понятно почему, потому что воспоминание это и есть проявление нуждаемости. Далее. Далее. Воспоминания, которые у вас появляются на первый взгляд внезапно, связанные с ассоциативным рядом. То есть происходит какая-то ситуация, какую-то ситуацию вы видите, в какой-то ситуации вы оказываетесь, в какой-то ситуации вы, ну, получаете определённые впечатления, определённые эмоции, определённые, может, ну, вы чувствуете что-то в этих определённых ситуациях для себя, вот. И, соответственно, вот эти вот ассоциации пораждают воспоминания. Ассоциации это и есть, собственно, напоминание о желаниях. То есть что-то с чем-то у вас ассоциироваться. Ну, возможно, для того, чтобы лучше понять вам ваше желание, да, возможно, для того, чтобы понять вам лучше ваше желание, чего вы хотите, да, вам, возможно, имеет смысл как раз-таки поработать над ассоциативным рядом, вот, своим ассоциативным рядом, да. Вот. Вот, в принципе, это то, как я могу вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.